Доброго всем времени! У нас поздний вечер, не знаю как у вас, но вот у меня результат работы, с которым я обещал поделиться. А я не хотел, в принципе, снимать видео вообще, вот такие промежуточные, только готовых уже изделий обзор и на вертушку для сайта. Но у меня сегодня позвонили, спрашивали, что получилось, что не получилось, что ждать, не ждать. Два письма с такими же вопросами, поэтому я не могу доказать, поэтому снимаю данное видео. Итак, что у меня сегодня? На сегодня это вот моносталик, углеродка, клинообразный обушок, слегка закругленными углами, чтобы не царапалось. Залапал, конечно, все еще. Вот только что сосечкой занимался, тут уже лезвия готовы, в принципе, с ними все. Лепесточки отличные вышли, слушайте сами, то, что нужно, бритвки будут отменные. Так, это три моносталь. Сейчас не буду давать подробности о сталях, вы все уже это много раз слышали от меня. Вот так вот грубо, у 10 ткнул. Не дождался я новые клейма, у меня там второй, вот третий, да, комплект уже кончился, просто-напросто сплющился. Ну, 52 единицы в сыром состоянии, это минимум. Какой клейм его выдержит? А клинообразный обушок. Тоже подзакруглил края, потому что знаю, что по ремню царапались бы, если были бы угловатые. Слышите? Мне кажется, звук говорит обо всем. Затяжный, звонкий, ровный звук. Вот, поэтому тут об этом особо разговаривать нечего. Как будто слушайте сами. И вот узкая лезвица. Одно из двух, которое выжило, второе не выжило. Чем-то смахи-то трутвачу, но только чем-то не особо. Издалека. То первое было еще тоньше, но я его переточил. И дамасская сталь. Это вот аналог вот этих вот. Пока все идет хорошо. Я думаю, я их сделаю, все будет в норме. Дамаски. Они просто сейчас еще не травленные, поэтому особо непонятно, что к чему. Ах ты, как бы мне их не убить, пока тут я их верчу. Более широкий. Вот это точный аналог вот этого. А это вот я раньше делал вам сюда классику. У меня в основном бритва вот такой конфигурации сейчас на сайте. Дамаск. Вот такие вот сейчас у меня штуковины. Готовятся. Практически готовые. Вот эти вот вообще, я не знаю, да, по мелочи тут нужно фасочки сделать на отверстиях. Ну, так еще по чуть-чуть. А вот с дамасскими еще придется поковыряться, конечно. Так, это вот у меня дюймовочка. Вроде бы. Сейчас померяем. Я как-то ее не замерял ни разу. Дамаскова, как цапнул царапку. Но я ее уберу. Лепесток. Шикарный, просто-напросто. Вот сколько времени поет. Так, тоже дамаск. А, давайте замерим, я обещал же. Опа. Аккуратненько сейчас это сделаем. Чтобы на мне хлопнуть лезвице. Опа. И это у нас 25,5 миллиметров. Вот сколько-то там в дюймах, я что-то подзабыл. Ну, плюс заточка там, да, 25. Давайте округлим, да и все. Почему я в дюймах особо не вникаю? Потому что мне не нравятся размеры в дюймах. Потому что они округленные слишком уж. Плюс-минус там 3-4 миллиметра. Да что же это такое за размер? Плюс-минус. Точность должна присутствовать в любом случае, просто. Хотя в десятых долях миллиметра. А то дюйм. То есть, я не знаю, это как-то можно так вот ориентировочно, округленно. То есть, значит, 25, значит, это получается 23-26. Что-то примерно так вот и будет звучать. Поэтому я предпочитаю русский размер. Вот это Дамаск. Все. Показал. В принципе, все идет пока по плану. А надеюсь, все эти вот клиники должны уже выжить. Рассчитываю на это. Буду стараться, чтобы они все выжили. Дальше. Это вот я ответил на ваши вопросы, которые мне сегодня поступали. И хочу ответить на обобщенные вопросы. На несколько вопросов, которые ко мне поступают периодически, время от времени. И я попытаюсь хотя бы вкратце ответить на хоть какие-то. Мне очень сложно просто отвечать даже в письменном виде на эти вопросы. Допустим, меня спрашивают, какую бритву выбрать? Вот хорошо сказали, да? Какую мне бритву выбрать у вас на сайте? А я не знаю, что ответить. То есть, непонятно, непонятен вопрос окончательно. То есть, как бы, какую? Какая нравится, такую выбрать, по сути-то бы. Но ведь я должен знать, какой бюджет. Должен знать, что вы от бритвы ждете. То есть, чтобы можно было легче затачивать. То есть, проще заточка, сложнее заточка. С хрустом брила, не с хрустом. То есть, какая вогнутость, какая ширина для вас предпочтительнее. А мне это спрашивают, то есть, как вариант для первой бритвы. То есть, я понимаю, что человек ни разу не пользовался. И, как бы, вот в думках таких вот. Я вам сразу скажу. Берите примерно вот такого, вот такого, такого размера. Это 6 восьмых, плюс-минус. 6 восьмых, там 5 восьмых, по-моему, они как-то так счет. Короче говоря, давайте, короче говоря. Смотрите, бритвы с шириной по русским размерам. Вот, к примеру, 20 миллиметров, плюс-минус. Небольшой плюс-минус. Это вот для первой бритвы будет самый идеальный вариант. Дальше. Какую сталь предпочесть, спрашивают. Опять вопрос о засыпку. Опять же, упирается все в бюджет. Сразу надо определяться, моносталь или дамасской сталь. Что предпочтительней. Я понимаю, что для вас это темный лес. Сейчас для многих, я имею ввиду, кто первый раз, вот я имею ввиду, именно тех людей, кто первый раз хочет попробовать бриться опасной бритвой. Думаю, тут два варианта подходящих оба. Это и дамасская, и моносталь. Все зависит, насколько карман жмут средства. Вот так как-то. Потому что вы возьмете углеройстую какую-то моносталь, не пожалеете. Возьмете дамасскую, не пожалеете. Разница в основном, разница в том, что дамасская бритва бреет мягче, затачивается быстрее. Заточку держит примерно так же, как и моносталь. Даже, я бы сказал, одинаково. Хотя иногда моносталь, особенно Шеха-15, чуть дольше держит заточку. Бывает так вот, случается. Но в основном одинаково. Поэтому вы выбираете ее за счет, то есть, вот этого красивого структурного рисунка дамасской стали. Для того, чтобы быстро и легко затачивать. И понятно, в заточке она очень понятная. И мягче бреет. Не особо сильно мягче, но почти в два раза. Ну, почти. Вот так вот объясню. То есть, обобщенно. Какой материал на ручку, на правую, то есть, на правую должен быть, какой материал, то есть, бы, идеальный. Скажу сразу. Материалы идеальны все, кроме рога. Ну, с рогом берут обычно уже искушенные такие, добрые, которые попробовали в своей жизни много разных бритв. И хотят какую-то классику, то есть, что-то такое вот. И добавок еще натурель. Поэтому выбирают кость-рог. Но я его не советую, как для первой бритвы. Ну, почему? Тоже ее можно взять, в принципе. Зато сразу и какая бритва, да? Но по техническим свойствам проигрывают сильно вот эти натуральные кости-рога. Потому что они имеют свойство гулять. Они могут сохнуться, могут разбухнуть. Это все в таких сотых долях миллиметра. Все это работает, вы не заметите особо нагласно. По ходу, допустим, того же клинка у бритвы, вы заметите, что клинок то легко столкнет, то тяжело. То есть, вот как бы так. Иногда это бывает даже уводит. Вот, поэтому если бритвка сделана с оправой из кости или рога, то желательно ее приобретать спустя примерно дней 7-10. Ну, недели округленной, давайте так скажем. Чтобы она полежала у меня на складе. И она уже покажет, гуляет она или нет. Вот. Все остальные материалы, кроме этих вышесказанных, беспроблемные. Можно выбирать любой. То есть, на глаз, какой смотрите, вам понравилось, берите. Все, отбросьте все лишние мысли. Каждый материал по-своему, конечно, индивидуален. Но, в общем, в общем, я их подбираю, эти материалы, такими, чтобы они были подходящими именно для оправы опасной бритвы. Вот так обобщенно тоже сказал. Ремень. Какой выбрать ремень или выбрать ремень или борт, то есть, тощичку с кожей. Опять вопрос на засыпку. То есть, представьте просто себя, как вы, то есть, пользуете ремень. Представьте, как вы на нем будете. Просто представьте, вот так, в голове, прикиньте. Или как вы будете по борду возить. А лучше всего посмотрите в ютубе. И вы сразу поймете, что вам ближе. Потому что мне тоже сложно ответить, что вам выбрать, ремень или борт, допустим. Ну вот, если из ремней, из тех, что у меня сейчас на данный момент в наличии, я бы советовал, в принципе, ремни СССР производства. То есть, они новые идеальные, новые сохранения. Почему я их бы советовал? Потому что они мягче, чем произведенные по тем же размерам современные. Они мягче раз в два. Даже в три, я бы так сказал. Это удобнее. Но большой разницы особо не будет. Если возьмите, например, производство сегодняшнего дня или производство времен СССР. Особо большой разницы не будет. Это опять же на любителей. Гурману, как говорится, лучше взять ремень СССР производства. Очень мягкой кожи. А вот ремень или борт, это тоже вопрос такой. То есть, вот борт, это такая штука, которая всегда просит хороший такой... Ну, как хороший такой? Пускай он тонкий, но плотный слой пасты. Вот, то есть, если мало пасты, он слабо работает. Много пасты, он быстро работает. Ремень же в основном пользуют без паст. Хотя лично я чуть-чуть гои... Даже слово намазывать там не подходит. Я просто слегка так вот касаюсь, чтобы чуть-чуть ее слегка видно было, эту зеленку. Прямо чуть-чуть, потом ее растираю, и ее практически вообще не видно на ремне. Она там есть в микродолях каких-то, если приглядеться. А так ремень выглядит практически чистым. Но с пастой, я заметил, если ее там чуть-чуть есть, ремень работает быстрее. Если вы переборщите с пастой на натяжном ремне, я бы сказал, вы испортите просто. Поэтому там нужно очень минимум, если вы даже будете пользоваться пасту. Вот. Ее можно также и не пользоваться. Просто мне вот так вот... То есть, в процессе уже заточки своих бритв... Я считаю, что там микро... Частицы должны быть пасты. Гои. Но это как по мне. Опять же, каждый по-своему находит свой, как говорится, инь-янь. Дальше. Дальше. Как часто затачивать? Вот частый вопрос. Как часто затачивать бритвы? Вопрос именно к моим бритвам относится. Вот этот вопрос тоже... Вводит меня в тупик. Как и предыдущий, в принципе. Почему? Потому что... Некоторые затачивают бритвы каждую неделю. Некоторые каждый месяц. Некоторые раз в год. Вот как-то так. Я знаю людей, которые затачивают бритву вообще лет там в 5-10. Один раз только. Я отношусь к тем, кто затачивает примерно в год раза 3-4. Вот так вот. Вот в прошлые годы, допустим, там в какой-то там 12-й или 11-й год, там такие в 10-е. Я вообще один раз в год затачивал. Все остальное время только правка. Вот на коже. То есть на ремне, там на борде кто как. На ремне, мне кажется, быстрее работает. Хотя, смотря какая паста. Борт тоже может работать быстро. Вот. То есть это, опять же, зависит от понимания того, что хочется, что нужно. Я почему-то так редко затачиваю бритву. Потому что нет смысла, если она бреет. Если ее постоянно правит. То есть побрился я ее, поправил. Феном просушил. Опять же, это мое ноу-хау, как говорится, феном сушить. Ну а что, быстро, горячим воздухом. Какие-то секунды, и она сухая, и все положил. И не думаю, что она там будет потемнеет, државеет, что-то еще там будет. Вот. Ну я ее правлю после бритья. Пускай недолго. Перед бритьем опять правлю, но дольше. Вот. И мне этого хватает для того, чтобы мне бритва комфортно для меня, комфортно брило. Для моей жесткой щетины. Кто точит, допустим, раз в неделю, ну это уже, конечно, перебор, я бы сказал. Ну хочется. Почему нет, если хочется? То есть, это можно, например, вот яблоки есть каждую неделю, а можно раз в месяц. Вот примерно так же и это. Как хочется, так и поступайте. Вам виднее. Как говорится, вам жить. Я просто вот говорю, как я, допустим, это раз в год. Вот какой-то год, по-моему, прошлый я четыре раза за год точил. Просто пробовал варианты разные заточки. Поэтому, наверное, четыре раза получилось. Ну вот как вот так. Обобщенно я ответил вот так вот на эти вопросы. Самые-самые часто задаваемые. Дальше буду опять складывать эти вопросы в голове, если какие-то будут новые поступать. И буду вот вкратце как-то отвечать. А так, в принципе, в Ютубе масса информации вот на все эти вопросы, которые я ответил. Только единственное, что не нарваться на подделку. Потому что видео тоже бывает подделкой. И очень часто видео должно быть от человека, который собаку съел на этом. И в сравнении вы сами поймете, какое видео правильное, какое придуманное. Все. На этом все. Мне нужно сейчас еще поработать с бритвами. Вот особенно с дамасскими. И уже скоро ночь, как говорится. А мне нужно все успеть. И чтобы все было чинно. Все. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.